С вами GS Times Tuesday. Смотрите в этом выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok В онлайне находилось одновременно 7 миллионов 190 тысяч 578 пользователей. Последний рекорд — 6 миллионов 600 тысяч человек — был зафиксирован в январе этого года. Самой популярной игрой в Стиме по-прежнему остаётся Dota 2. Далее идут Counter-Strike Global Offensive, Wilder Scrolls V Skyrim, Sid Meier Civilization V и Football Manager 2013. Но нетрудно догадаться, что всплеск посещаемости обоснован стартовавшей на прошлой неделе осенней распродажей. В разработке находится ещё одна игра во вселенной Warhammer 40 000. Проект с подзаголовком Storm of Vengeance создаётся как для смартфонов с планшетниками, так и для персональных компьютеров. Впрочем, никаких конкретных деталей нет. В том числе непонятно, в каком жанре будет выполнена новинка. Судя по списку трофеев гоночного симулятора Gran Turismo 6, в новом PlayStation 3 эксклюзиве появятся гонки на Луне, где, само собой, пилотам придётся бороться не только с соперниками, но и с низкой гравитацией, которые, в свою очередь, позволят совершать очень крутые прыжки с трамплинов. Это, напомним, уже второй намёк на наличие внеземных соревнований в Gran Turismo 6. Ранее в списке из 1200 автомобилей был обнаружен луноход. Кинокомпания Sony Pictures зарегистрировала домен TheLastOfUsMovie.net. Возможно, она собирается снять фильм по мотивам постапокалиптического экшена The Last of Us, и потому заранее закрепила за собой интернет-адрес. За Electronic Arts тоже замечена любопытная активность. Издатель зарегистрировал две новые торговые марки, которые могут указывать на ремейк легендарной аркады Desert Strike. Она была выпущена на множестве платформ в далёком 92-м году, и впоследствии серия разрослась до пяти игр. Официальных комментариев от Electronic Arts пока нет. Тодд Пеппи, один из ключевых авторов серии God of War и руководитель разработки God of War Ascension, покинул свою родную студию Sony Santa Monica и переехал из США в Германию, дабы влиться в дружный коллектив Crytek. Над какой именно игрой будет работать создатель Кратоса, пока неизвестно. Но подозреваем, что немцы собрались начинать разработку продолжения Slasharer Rise. Вообще, Германия — отличное место для разработчика игр. Вы только посмотрите, как горячо местные геймеры встретили старт продаж консоли PlayStation 4. Человечество уже не один десяток лет раздумывает над тем, чтобы водрузить рутинные процессы жизни на плечи роботов. Кибернетические домохозяйки, управляемые искусственным интеллектом водители, роботы-повара и прочие чудеса науки давно знакомы нам по книгам, фильмам и играм жанра фантастики. А вот киберпочтальоны уже совсем скоро станут самой настоящей реальностью. Торговая сеть Amazon, которая продает через интернет огромное количество всевозможных товаров, в том числе и игры, ведет разработку летающих дронов, которые будут доставлять товар прямо к двери покупателя. Причем почти мгновенно. Чтобы добраться до клиента, дрону достаточно всего полчаса времени. Выглядит очень смело и с виду неправдоподобно, но руководство Amazon уверяет, что в скором будущем летающие почтальоны станут таким же привычным явлением, как и курьерские машины. Доставлять они, правда, могут лишь грузы до 2 килограмм веса, но у Amazon этот показатель не превышает более 85% товаров. Ну и пока это все актуально лишь для США. Там дроны начнут летать над головами прохожих с 2015 года. Но вскоре их должны завести и в страны Европы, предположительно в 2016. Вряд ли кто-то поспорит с тем, что голливудская актриса Линси Лохан не производит впечатление своими интеллектуальными способностями. Чего там, она уже полдюжины лет никак не может запомнить, что садиться за руль в пьяном виде как бы запрещено. Количество ее арестов за вождение под воздействием алкоголя и веществ покрепче уже, наверное, может соревноваться с количеством ее киноработ. Но перед наступлением рождественских каникул ей, видимо, стало совсем одиноко. И она обвинила в плагиате создателей Grand Theft Auto V, и даже собирается подать на них в суд за изображение полуголой блондинки с айфрутом, которая засветилась на огромном количестве рекламных плакатов. Как вы поняли, в этой дамочке Линси увидела себя. Впрочем, актриса явно себе польстила. Но разве есть какое-то сходство между этим и вот этим? Так что любой судебный иск по этому поводу совершенно точно обречен на провал. Еще и потому, что на самом деле прообразом злополучной блондинки послужила модель Шелби Веллендер. Она была специально приглашена рокстер для участия в фотосессии, на основе которой и был нарисован знаменитый арт. А вот кто и мог бы подать на разработчиков в суд, так это Кейт Эптон. Она прямо-таки стопроцентная копия героини. Да еще и в ее портфолио имеется практически идентичная фотография. Ну а отдельные знатоки отмечают сходство с порнозвездой Алексис Тексас. Сама же Лохан, впрочем, одним обвинением не ограничилась. В игре есть миссия, в которой один из главных героев должен помочь актрисе Лэйси Джонс разрулить проблемы с папарацци, которые запечатлели ее половой акт в отеле, сильно напоминающем Шато Мормон. А в этом отеле, как призналась Лохан, она сама частенько останавливается. Представители студии Creative Assembly официально объявили о разработке первого большого дополнения для стратегии Total War Room 2. Оно называется Caesar in Go и позволит, как вы и догадались, поиграть за Цезаря, покоряющего Галлию. Разработчики обещают захватывающую компанию и больший акцент на персонажей. К примеру, в игре будут представлены многие видные военачальники и государственные деятели той эпохи. Сам Юлий Цезарь, Марк Антоний и многие другие. Сюжет от Дона развивается в период с 58-го по 51-й года до нашей эры. То есть каждый ход будет переводить стрелки на две недели вперед вместо одного года. Да-да, это значит, что вернутся и времена года, по-разному влияющие на геймплей. К примеру, поздняя осень может положительно повлиять на урожай, а сухое и жаркое лето, наоборот, отрицательно скажется на запасах продовольствия. Будет также набор из новых фракций и юнитов. Caesar in Go поступит в продажу уже 12 декабря, поценив 299 рублей. ДАВНО ЧТО-ТО МЫ НЕ ВСПОМИНАЛИ ПРО ТРЕТЬЮ ЧАСТЬ ВЕДЬМАКА А ведь она в следующем году посоревнуется в звании лучшей с другой РПГ, тоже отличающейся мрачным миром и взрослым подходом к повествованию. Dragon Age Inquisition. Ввиду концепций, обе игры не смогут обойтись без постельных сцен. О баратических элементах Dragon Age мы, если вы забыли, рассказывали в GS Times Tuesday за номером 28. Ну а теперь настало время посмотреть, что же нам предложат поляки из CD Projekt Red. По словам руководителя разработки Конрада Томашкевича, сексуальные сцены заключительной части трилогии не будут уступать таковым из предыдущей игры. Разработчики чётко обозначают свои приоритеты. Они говорят, что создают взрослую ролевую игру для серьёзных взрослых людей, а те, в свою очередь, хотят видеть вещи такими, какие они есть в реальной жизни. Авторы не хотят делать сцены секса фальшивыми, подобно тому, какими они часто выглядят в кино и подавляющем большинстве игр. По их мнению, всё должно быть естественно и реалистично. В противном случае, постельные сцены будут выбиваться из общей картины, выглядеть неорганично и не смогут погрузить игрока в мрачный мир The Witcher 3. Особенно это важно, поскольку теперь сюжет не будет закручен вокруг политических интриг, а сосредоточится на личности Геральта и его роли в жизни людей. И чтобы за его развитием было действительно интересно следить, важно, чтобы иллюзия достоверности происходящего не исчезала ни на секунду. Показать насилие, секс и другие сцены без художественных прикрас – это одна из самых приоритетных задач разработчиков. Впрочем, надо понимать, что постельные сцены не будут просто какой-то пустой эротикой, их присутствие обязательно будет отражать какой-то авторский замысел. Ещё девелоперы отметили, что при разработке прошлой части они вдохновлялись высоким уровнем сложности Dark Souls и Demon's Souls. И, как они считают, это была ошибка. В Wild Hunt команда сосредоточится на собственных идеях, которые полюбились фанатам. На повествовании, а не на вызове ловкости и реакции. Ну а на этом все новости на сегодня. Не играйте в Ведьмака, если вам ещё нет 18-ти. И до скорого! Субтитры создавал DimaTorzok